Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Скоро начало нового учебного года. Специальная комиссия проверяет готовность школ к первому сентября. Доступная среда. Санитарные кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья установили на территории набережной. Аграрии получат поддержку государства. Дмитрий Медведев заявил об изменении процентной ставки по кредитам для сельскохозяйственных производителей. В Анапе проходит городской этап краевого конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления. Он состоится в девятый раз. В финале три лучших ТОСа получат в общей сложности 1 миллион рублей на благоустройство. В предварительные сметы заглянул наш корреспондент. Альпийская горка и туи на придомовой территории. Почти такая же в соседнем дворе. Эти и еще ряд улучшений сделаны на средства, выигранные на краевом конкурсе в 2012 году. Теперь новый список первоочередных задач с указанием стоимости каждого пункта. Задача минимум – привести в порядок место, где обычно проводят детские праздники. Мы хотим, чтобы нам подсыпали сюда песок и уложили тротуарную плитку. Чтобы ровненькая она здесь была, чтобы дети не спотыкались. Потому что, ну, неровная. Нам водовод здесь ложили и, видите, вот как-то вот погнулась. Один из масштабных проектов – установка бордюра, чтобы у автомобилистов не было соблазна припарковаться на газоне. Исполнение будет зависеть от того, сколько денег получится привлечь, участвуя в конкурсе. Детскую площадку расширить, песочка подсыпать, цветники, чтобы двор наш цвел. Краевой конкурс на лучший орган территориального общественного самоуправления проходит в два этапа. Из почти полутора сотен ТОСов города-курорта участвует 29. Главная задача ТОС сегодня – это преодоление пассивности населения. Преодоление пассивности населения. Значит, население должно быть активным. Оно должно отвечать за ту территорию, где оно проживает. Они должны проводить праздники на своих территориях. Чествовать ветеранов. Должны работать по благоустройству, вместе с дворниками взаимодействовать. Должны рассаживать цветники. С детками работают, чтобы велась активно. У Маши задание на лето из школы – поработать на общее благо. Раз в две недели она помогает ухаживать за клумбами. В этом дворике на Крылова все сделано руками жильцов и по их инициативе. Над подъездом светодиодный прожектор, который потребляет не больше лампы накаливания. Есть система видеонаблюдения. В таких общедворовых проектах участвует большинство жителей дома. Не 100%, но 75%. 75% – это четко, которые… Даже те, которые квартиры не проживают, а проживают в других городах, они приезжают позже и участвуют также в этом. Здесь очень большая работа не сколько руководителя, сколько вот этой поддержки, вот этого совета дома. Нас совет дома состоит из старших по подъезду, понимаете? И старший по подъезду настолько исключительно знает своих людей, и он, ну, просто работаем на 100%. Если по итогам конкурса удастся привлечь финансирование, здесь как минимум заменят песочницу на небольшую современную детскую площадку. На следующей неделе в администрации города-курорта определят 9 победителей по 3 места в трех номинациях – городской двор, квартал частного сектора и сельская территория. На этом этапе общий призовой фонд – 600 тысяч рублей. Данные о трех ТОСах, занявших первые места, направят в Краевое законодательное собрание. Между ними распределят 1 миллион рублей. В Анапе идет проверка готовности школ к новому учебному году. Специальная комиссия городского управления образования уже посетила две трети подведомственных учреждений. Их готовность от 90 до 100%. Недочеты можно будет исправить до начала учебного года. В школе номер 7 за процессом следили наши корреспонденты. Очень много стендов по здоровью сберегающим моментам. Плакаты о том, что и как вредит здоровью, техногенные факторы, курение, алкоголь. Эти и другие стенды в седьмой школе установили к новому учебному году. В новом шахматном классе во внеурочное время смогут заниматься ребята с первого по седьмой класс. Это инициатива в Краевых властей. Древняя игра учит думать. Полы в классах блестят свежим лаком. Везде сделан косметический ремонт. В кабинете информатики новые столы. На днях привезут офисное кресло с подлокотниками. В кабинете начальных классов уголок, чтобы можно было отмыть руки от красок или пластилина, а также комплект мебели с регулируемой высотой. В школе частично заменили пожарную сигнализацию, улучшили наружное освещение. Власти очень положительно реагируют. Буквально все запросы, которые по муниципальному заданию мы просим, у нас выполняются. Большое спасибо родителям, потому что родители с большим удовольствием приходят, помогают в школе. Они помогают и трудом, помогают спонсорскими какими-то вливаниями, советом даже помогают. Это очень большая помощь. И хочется отметить работу педагогического коллектива. Вот говорят, что учителя имеют двухмесячный отпуск летом. А летом у нас тоже начинаются и летние площадки, и сдача экзаменов, и подготовка той же школы. И без дружного сплоченного коллектива, без единомышленников, такую работу, конечно, не сделать. Эту сейф-дверь в кабинет химии помогли установить родители. Здесь же комиссия проверяет то, как хранятся реактивы. Директор сообщает, что в этом году школа приобрела новые учебники. При этом уже активно используются их электронные версии, которые можно загрузить на флешку с компьютера в библиотеке и использовать на своем планшете. В холле последние штрихи. Шторы в соответствии с требованиями, чтобы не закрывали свет, а также в тон свежему ремонту. 100% седьмая школа готова к учебному процессу. В этом году особое внимание уделяем кабинетам начальной школы. Обязательно у нас должна быть ростовая мебель, обязательно должна быть мебель с наклоном, обеспечение интерактивным оборудованием особое внимание, обеспечение горячим и холодным водоснабжением. И кабинеты профильные, которые у нас, кабинеты физики, математики, чтобы обеспечены были необходимым оборудованием, потому что эти предметы, они первостепенные, главенствующие. Кабинеты русского языка, те предметы, которые дети изучают каждый день. Ну и, конечно, предметы одночасового цикла. Особый приоритет физической культуры. Вы знаете, что у нас три часа физической культуры в каждом образовательном учреждении. Конечно, это должна быть двигательная активность. По словам Елены Быковой, комиссия уже побывала в 70% образовательных учреждений. Есть те, что также готовы полностью, есть те, что процентов на 90-95. Но все недочеты будут исправлены до 1 сентября. В Анапе готовятся к увеличению числа первоклассников на 20%. Ожидается, что этой осенью в первые классы школы Анапы пойдут почти 3000 ребят. Это на 500 больше, чем в прошлом году. Поддержка аграрной отрасли является ключевым приоритетом экономики. Об этом заявил премьер-министр России во время визита на Кубань. Дмитрий Медведев выступил против сокращения мер поддержки аграриев. Также глава правительства выступил за снижение реальной ставки по кредитам для сельхозпроизводителей до 5% годовых. Некоторые мои коллеги предлагают сокращать госпрограмму поддержки села, на которую выделено в этом году 215 миллиардов рублей. «Я всегда им говорю, что село трогать не дам, потому что за последние годы мы добились огромных успехов», подчеркнул Медведев, добавив, что реализация программы поддержки сельского хозяйства будет продолжена в полном объеме. Завтра в выпуске программы «Новости» мы расскажем, как, по мнению анапских аграриев, снижение ставки по кредиту может повлиять на сельскохозяйственную отрасль региона и какие шаги уже предприняты в рамках программы импортозамещения. В Анапе продолжается реализация проекта «Доступная среда». На территории набережной установлены быстровозводимые модули, в которых разместились санитарные кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие санитарные узлы установлены в Сочи, Геленджике и Анапе. На набережной завершается монтаж туалетных кабин для людей с ограниченными возможностями. Это быстровозводимые объекты, в основе которых используется каркасная конструкция, облицованная алюминиевыми листами. Санитарные кабинки отвечают всем современным требованиям. Сантехника и электроника импортного производства. Буквально на каждом метре кабины смонтированы датчики, которые отвечают за безопасность и комфорт. Также предусмотрено место для оператора. Он будет следить за порядком на вверенной территории. На данный момент бригады Римстроя завершают облагораживание подъездных путей к прилегающим объектам. Монтируются пандусные подъезды с таким расчетом, чтобы инвалиды-колясочники имели возможность беспрепятственного доступа. Пришлось немножко демонтировать 20 метров тротуара. Сейчас все выставляем по уровню, по правилам, по требованиям. И делаем так, чтобы это было удобно для людей, которые ограничены. Жители и гости города по достоинству оценили новшества. Санитарные узлы уже начали функционировать в парке «Ореховая роща», на набережной в районе улицы Толстого и возле городского маяка. Посещение этих социальных объектов для инвалидов совершенно бесплатное. А всего на территории набережной планируется установить 6 подобных конструкций. Уважаемые жители и гости курорта. Управление гражданской обороны и защита населения предупреждает. В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено. Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok